26 апреля исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Луганской области проживают более 4000 человек, пострадавших от аварии на станции. Президент Украины Петр Порошенко объявил этот год годом чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС и памяти жертв чернобыльской катастрофы. 25 квитня областные заходы, связанные с вшануванием участников ликвидаторов, они об 11 часов в Северодонецком областном музычном училище имени Прокофьева. В библиотеках области подготовлены хроники чернобыльских событий, в том числе и встречи с чернобыльским активом. 26-го в день трагедии чернобыльской катастрофы, в местах и районах заплановлены заходы, связанные с митингами, с покладанием квитов. Областный заход будет в северодонецком 26-го о 10-й године, в биле памятника Чернобылю по улице Донецкой. 6 апреля большая часть департамента финансов Луганской облгосадминистрации во главе с руководителем написали заявление об увольнении. На их места уже приходят новые сотрудники. Как происходит становление обновленного департамента финансов, наблюдали наши корреспонденты. В день департамент финансов работает в штатном режиме. В штатах зараховано 3 работника, 8 волонтеров. Все финансирования действуют в плановом режиме. Конечно, нет ни столов, ни шкафов, ни компьютеров. Но на это есть в бюджете и деньги. Водитывается облаштование рабочих мест, но от этого работа не стражет. На сегодняшний день департамент работает, как уже сказала Елизавета Михайловна, в штатном режиме. Работает за счет сил и знаний волонтерского движения, волонтеров, финансистов из других областей и штатных сотрудников. Это три человека. Кроме этого, возвращаются на работу некоторые бывшие работники департамента, которые тоже включаются в работу. То есть срыва по работе я не вижу. Идем в штатном режиме. Департамент возглавил исполняющий обязанности директора департамента, заместитель директора департамента Сергей Копылов. Участник АТО, был ранен, является депутатом Лисичанского городского совета. 7 числа я принял департамент, принял документы, принял остатки мебели. То есть люди посчитали нужным уйти с работы. За исключением некоторых. Некоторые сотрудники все-таки вернулись, а основная масса сотрудников ушла. То, что вы видели в кабинетах, это реалия. Документация разбросана на полу, грязь, отсутствие мебели. Чья мебель была, почему забрали мебель, почему сняли кондиционеры. Не могу судить, есть органы, уполномоченные, которые будут разбираться с этим. Продолжение следует... Продолжение следует...